Любительские соревнования по футболу прошли на стадионе «Звезда». В них приняли участие команды люберецких муниципальных и общественных организаций, в том числе сборные совета депутатов и общественные палаты городского округа Люберца. Сбор команд, знакомство, разминка, торжественное открытие. В Люберцах это уже шестой турнир по мини-футболу между любителями. Участники – сотрудники государственных структур, органов охраны правопорядка, надзора и контроля. Организаторы – футбольный клуб «Звезда». Такой футбол, который мы сегодня в шестой раз будем здесь проводить, он, наверное, уникальный. Сегодня есть команды, которые, кроме первого места, остальные как бы рассматривают как небольшая неудача. Как говорится, игра дружественная, накал спортивный. Уже после первого тайма стало понятно, подготовка у команд серьезная. Игра тяжелая была, хотя соперник, я думаю, еще сильный впереди. Но настраиваемся на каждую игру. С ребятами тоже давно не играли. Но ничего, сейчас, думаю, будем прибавлять, прибавлять. В следующей игре покажем свой максимум, надеюсь. В турнире приняли участие шесть команд. Среди них впервые в истории соревнований. Сборные общественные палаты, совета депутатов городского округа Люберца и представители администрации. Принимаем в этом участие как сами, так же и привлекаем наших друзей, товарищей и наших жителей. То есть мы, можно сказать, своим примером показываем, что спорт – это здорово, здоровый образ жизни – это прекрасно. Потому что, посмотрите на эти лица, эти возрасты. Ну, здесь, можно сказать, тут такая счастливая обстановка. После серии пенальти, завершившей финальный бой, победу в турнире одержала команда научно-исследовательского центра военно-воздушных сил. Второе место заняли футболисты Росгвардии, а третье – пожарная часть номер 27. Поздравляют победителей Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов и телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова